МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леонид Филатов. Леонид Филатов родился 24 декабря 1946 года в Казани. Его отец был геологом, поэтому семье приходилось кочевать из города в город. Однако в начале 50-х годов Филатова окончательно осели в Ашхабаде. Здесь Леонид пошел в первый класс. Здесь же увлекся театром. Правда, в отличие от поэзии, театр ему нравился гораздо меньше. О карьере актера у Филатова тогда и мысли не было. И только ближе к окончанию школы у него возникла идея. Еще будучи учеником 10-го класса, Леня Филатов сообщил всем знакомым, что поступает на режиссерский факультет ВГИКа. Сомнений в том, что он поступит во ВГИК, у юного Филатова не было. Сразу после окончания школы он приехал в Москву. Все это было от провинциальной наглости, а не от уверенности в собственных силах, вспоминал он потом. Я понял, как огромна Москва и как в ней много таких гавриков, как я. Выяснилось, что во ВГИКе меня никто не ждет. Потерпев неудачу в попытке стать режиссером, он по совету одноклассника решил попытать счастье на актерском факультете Щукинского училища. Там Филатов имел смелость читать собственные стихи, выдававая их за произведения маститых авторов. Случилось чудо, его приняли. Он жил как... вот как-то... вот так вот просто вот... от фонаря. Вот от фонаря. Ничего он не конструировал, никакую, так сказать, вообще... ни жизнь, ни романы, ни таганку, ни актерство свое, ничего. Вот как бы... вот он жил, как жил. Вместе с Филатовым учились многие из тех, чьи имена теперь знает вся страна. Нина Русланова, Александр Кайдановский, Иван Дыховичный. Время тогда было интересное, творчески насыщенное и свободное. Только-только в Кремле сместили Хрущева, и новая власть пока еще не определила свои политики. Закручивать гайки начнут чуть позже, а пока в том же Щукинском студенты ставили все, что душе угодно. От Солженицына, Шукшина, до Дюренмата и Аннуя. Литературные опыты Филатова во время учебы в училище обрели еще больше блеск и остроту. Продолжая выдавать их за чужие произведения, он ловко морочил голову преподавателям, которые всерьез считали, что все эти вирши принадлежат маститым авторам, вроде Ежи Юрандота и Васко Протолини. И только узкий круг посвященных знал правду об этих стихах. Он писал дико естественные и абсолютно какие-то придурочные вещи. Он же писал как, я не знаю, как Хармс, понимаете? Как не то вот там, не то что там, я буду писать, и я сейчас что-то... Когда мне стал читать этого самого Удальца, это просто мы как бы... Я говорю, Леня, и ты вот это все хреновенно хоть записываешь или так вот дуешь под этим... Он говорит, да-да-да, я записываю. Одна из последних книг актера, театр Леонида Филатова, вышла в 99-м году. В нее были включены пьесы про Федота Стрельца, Удалого молодца, Любовь к дрем апельсинам, Лисистрата. В конце 90-х Филатов всерьез займется литературным творчеством, будучи уже тяжело больным. В 1969 году, после окончания училища, Филатов отправился в театр драмы и комедии на Таганке. Товарищи отговаривали его, убеждая, что Таганка не его театр. Но Филатов все-таки пришел к Любимову и тут же был зачислен в основной состав. О своих первых шагах по таганковской сцене актер вспоминал с теплотой и самоиронией. Таганка была для меня самым счастливым местом во всей нашей несчастной стране. Здесь я видел и знал людей, даже о мимолетном знакомстве с которыми можно было только мечтать. Любимов, Высоцкий, Ахмадулина, Параджанов, Акунжавы. Таганка – это университет. Здесь, вблизи, видел замечательные образцы человеческой отваги, хотя не менее близко сталкивался и с человеческой трусостью. Именно в этом доме я научился жалеть и прощать. Но первые два года пребывания в театре больших ролей ему не давали, предпочитая держать на подхвате. И тут Филатову поступило неожиданное предложение. От самого Аркадия Райкина. Когда об этом узнал Любимов, он тут же предложил ему первую крупную роль – автора в спектакле «Что делать» по роману Чернышевского. Шли годы, Филатов продолжал работать на Таганке. Был известен лишь узкому кругу любителей театра. Широкая слава обходила его стороной, да и в кино его никто не ждал. Однокурсники, закончив училище, удачно стартовали как киноактеры, а Леонид оставался невостребован. Режиссеры считали его внешность некиногеничной и снимать в своих картинах наотрез отказывались. Я сначала думал, что он просто такой очень породистый, породистый белогвардеец Любимовского разлива, понимаете? Вот. А оказывается, нет, 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 не это, не то, и не пятое, и не десятое. И... Бестеркит. Когда Филатов учился на четвертом курсе «Щуки», он пережил неразделенную любовь. Влюбился в студентку младшего курса Наташу Варлей, но она предпочла ему другого, уже известного актера Николая Бурляева. Когда Филатов работал на Таганке, он уже был женат на одной из актрис, но в 78-м у него внезапно начался серьезный роман. Предметом его вздыхания стала красавица Нина Шацкая. Она уже была ведущей актрисой театра на Таганке, а Леонид чувствовал себя перед ней всего лишь провинциальным пацаном. Он неотступно провожал ее взглядом. Однажды не выдержал, подошел сзади и поцеловал Нину в шею. Это были сложные отношения, поскольку в ту пору и Нина, и Леонид были семейными людьми. К тому же она воспитывала 9-летнего сына Дениса. Влюбленные решили расстаться и целый год не общались, но в итоге чувство взяло вверх, и они снова сошлись. Только на этот раз уже окончательно и по-честному, расставшись со своими прежними половинами. В жизни он был человек невероятно скромный, полный противоположен звездам Скворцова, Ходоку, Тескоте и Бабнику. Он любил одну женщину, Нина Шацкая, жена. Которая заботилась о нем очень сильно, а он любил ее и заботился о ней. Он такой, более такой, более верный, что ли. Пару трудно было бы, трудно встретить. Шацкая стала для актера женщиной, приносящей удачу. И в последние дни жизни Филатов скажет, если бы не Нина, меня уже давно бы не было, я прожил бы гораздо меньше. Перемены в личной жизни серьезно изменили и творческую карьеру актера. К нему пришла слава. Внезапная, стремительная и многообещающая. В 1980 году на экраны страны вышел фильм «Катастрофа Александра Митты. Экипаж», где Филатов сыграл гражданского летчика Игоря Скворцова. Стоточки, что рискованные, но я считаю выполнимые. Сначала в этой роли начал сниматься Олег Дальф. Но после двух месяцев съемок он внезапно отказался от роли, посчитав ее не своей. А Леонид отказываться не стал. Режиссер тогда сказал Филатову, этот фильм сделает тебя знаменитым. В экипаже актер сыграл эдакого плейбоя Игоря Скворцова, у которого в наличии был весь джентльменский набор. Квартира, машина, цветомузыка. Ну как? Потрясающе. Как сказала одна из героинь фильма в его адрес, кобель высшей марки. И Филатов играл эту роль легко, изящно, из потрясающей иронии. Ну то есть я не буду врать, я конечно влюблялся. И не один раз, и очень серьезно. Очень серьезно. Но я никогда никому ничего не обещал. То есть я знал, семья это не для меня, это не мое. Другие так могут, я так не могу. Я никогда никому ничего не обещал. Зато никогда никого не обманул. Как гласит легенда, сотни семейных пар распались из-за того, что жены, посмотрев экипаж, нашли своих мужей никчемными по сравнению со Скворцовым Филатовым. Людя такой же секс-символ, как и китайский император. Людя был немыслимо стеснительный парень. Особенно, что касается женщин, это вообще для него было муки ада, вообще вот проворачивать с ними какие-то там истории время от времени. Актер к титулу секс-символа советского экрана отнесся с присущей ему иронией и в одном из интервью заявил. Лучше всего об этом сказал Жванецкий. Худой, злой, больной. Какова страна атаков и секс-символ? Он совершенно взорвался просто после этой роли, после роли инженера Скворцова в экипаже. Его популярность стала абсолютно всесоюзной. И для него это имело большое значение, потому что это его расковало. Он стал прямо смотреть в аппарат, он перестал его стесняться, и вообще он как будто снял с себя какие-то шоры, одежды. После экипажа Филатов мгновенно превратился в самого востребованного актера советского кинематографа. Только за 4 года, с 1981 по 1984, на экраны страны вышло 15 фильмов с его участием. Хотя самой яркой своей работы считал роль в фильме «Избранный». Мы его пытались за 4 месяца выучить, рулем крутить в этой самой, в автомобиле, чтобы не выучили. Не выучили, он чуть не передавил пол богаты, когда мы наконец снимали этот кусок, где он сидит за рулем и должен ехать по улице богаты. В ногах у него лежал, в ногах, Владимир Николаевич Досталь, наш продюсер, держал его руками, его ноги на педалях. Никто и представить не мог, что после инсульта жена будет возить Филатова в инвалидной коляске. А в последние годы Супермен-герой будет подключен к искусственной почке. В ноябре 1983 года вокруг театра на Таганке закрутились события. Любимов уехал на лечение в Лондон и потом внезапно заявил, что остается на Западе. Вместо него на Таганку пришел режиссер из театра на Малой Бронной Анатолий Эфрос. Часть театрального коллектива восприняла это назначение крайне болезненно. Некоторые актеры и вовсе ушли из театра. Среди них был и Филатов. Вместе с Вениамином Смеховым и Виталием Шаповаловым они подались в театр современник. Но пробыли там недолго, до мая 1987 года. Однако успели сыграть в нескольких премьерных спектаклях. А заодно дали ряд интервью в прессе, где не очень доброжелательно отзывались о новом режиссере театра на Таганке. И хамит Эфросу так, что Эфросу мало не покажется. Но, как вам сказать, в этом нет... Почему я говорю так четко и ясно, что это так, а не иначе? В этом нет ни одной секунды расчета, какого-то личного расчета. В январе 1987 года Эфрос внезапно скончался. Впоследствии эти высказывания будут ставить бывшим актерам Таганки в упрек. Мол, довели человека. Филатов вскоре осознал свою вину и в одном из интервью заявил. Я был недоброжелателен, жесток, прямо сказать. Но я не смог с собой сладить. И это при том, что Эфрос, кажется, меня любил и не раз предлагал мне работать. Я виноват перед ним. Я был в церкви и поставил за него свечку. Он никогда ни в одном случае не выступил как человек, который готов пойти против души и истины, да, заради собственного тщеславия. Самое парадоксальное, что когда в мае 1988 года Любимов все-таки вернулся на родину и опять возглавил Таганку, Филатов снова пришел в родные пенаты. Но потом разругался с режиссером и ушел в соседний театр Содружества актеров Таганки. Когда через несколько лет у Филатова случится инсульт, он подумает, это наказание за то, что я не простил Любимова. В последние годы в судьбе актера произошло столько драматических событий, сколько ему не приходилось пережить за всю предыдущую жизнь. Конфликт с Любимовым и гневная переписка с Валерием Золотухиным, ходившая в Москве по рукам, и неоконченная авторская картина «Свобода или смерть» и статья «В правде», где Филатов сообщил, что нынешняя власть ему противна. Не подходят к людям, с моей точки зрения, все наши, как бы, такие благородные штампы понимания людей. Жил по каким-то совершенно кривым, только ему понятным законом, почему он ходил долгое время в каком-то детском зимнем пальто. Ну вот я много раз хотел к нему пристать сначала, почему ты секс-символ, йога. У него был такой мутоновый воротник, такое детское зимнее пальто. Позднее актер скажет, я был зол на весь мир и брезглив. Такая пора, когда я всех отторгал, всех обвинял. Вот, я думаю, и наказание пришло. Под наказанием Филатов имел в виду инсульт, который случился с ним в октябре 1993 года, причем в тот самый день, когда по Белому дому стреляли танки. Когда с Леонидом произошла беда, многие стали искать в ней и некие мистические корни. Мол, актер задумал снимать передачу, чтобы помнили об умерших коллегах по сценическому ревеслу, вот и поплатился. К тому же Филатов не первый раз сыграл со смертью. Еще в 1987 году в фильме «Забытая мелодия для флейты» актер очень реалистично сыграл смерть своего героя. Мама Леонида на этом месте выключала телевизор. Она считала, что сын таким образом накликал на себя беду. И это далеко не единственный фильм, где герои Филатова расстаются с жизнью. На самом деле, так и не сыграл своих главных ролей. Потому что он был странная помесь Бестона Китона, вот, очень грустного клоуна, комика, очень грустного, тощего, вот этого, так сказать, комика и князя Мышкина. Если до этого актер к роковым играм относился легкомысленно, то после инсульта изменил отношение к смерти. Я напугался, не скрою. У Ницше есть фраза. Когда долго вглядываешься в пропасть, пропасть начинает сама заглядывать тебе в глаза. Еще в октябре 1993 года у него случился инсульт, природу которого врачи определили в почечной недостаточности. Филатов попал в Институт трансплантологии искусственных органов. После этого за короткий период он побывал там четырежды. 10 октября 1997 года Филатову была сделана операция по пересадке почки. Один раз у него даже случилась клиническая смерть. Но врачи сумели спасти артиста. Ему была поставлена инвалидность, которую сам Филатов всерьез не воспринимал. В последние годы, 6 лет последних ему практически подарил Леонид Ермольев. Потому что он взял на себя все немалые расходы по искусственной почке, которая делала его идеальность. Он все время дома у него стоял. И в общем тогда как-то с медициной было достаточно проблематично. Даже несмотря на болезнь, Леонид все равно работал, писал стихи, поэмы и вел телевизионную передачу, чтобы помнили. Так продолжалось до осени 1997 года, когда внезапно Филатов подхватил воспаление легких. В его ситуации это было смерти подобно. Его немедленно доставили в ЦКБ. В течение нескольких дней организм актера функционировал на искусственной почке. Донорская почка требовала низкого иммунитета. И чтобы вылечить воспаление легких, надо было поднять иммунитет. В результате почка отказала. В те дни вся страна переживала за артиста, следя за состоянием его здоровья по газетам. Несмотря на все старания врачей, в воскресенье 26 октября 2003 года Леонид Филатов скончался. И у меня ощущение, что Леня заболел и умер. Вот заболел и умер. То есть нет у меня вот ощущения, понимаете, образа смерти Филатова или в лице Филатова умерло там поколение или там пьеро закатился. Леня Филатов жил, потом вот заболел и умер. Уже в конце жизни Филатов в одном из своих последних интервью скажет «Я человек верующий и считаю, что все нити судьбы держит Бог. И если главный режиссер захочет что-то поменять, он поменяет сам. Может быть, я что-то сделал не так, и Господь поправил меня таким вот образом, чтобы я понял. Не знаю, может быть, я слишком увлекся как бы клоунской деятельностью, слишком долго был артистом, а миссия у меня другая». За четыре года после операции у него вышло 16 книг. Жизнь изменилась, и они не имели такого успеха, как сказ про Федота. Это понимал и сам Филатов. Хотелось, конечно, чтобы их кто-нибудь прочитал, но я трезво смотрю на вещи. В сегодняшнем мире блока не читает никто, мне ли обижаться. Кто-то прочитает, и слава Богу. Но до самой смерти он каждый день писал, чтобы еще что-то оставить нам, чтобы Бог. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok